«Золотая маска» Театр имени Вахтангова и его художественного руководителя Римаса Туминоса, получившего «Золотую маску» 2013-го как лучший постановщик. Блестящий актерский состав Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Юлия Борисова, Владимир Авдомиченков обещают незабываемое драматическое действие. Впрочем, Туминос с своими постановками «Дяди Вани» и «Маскарада» хорошо знаком эстонским зрителям и пока их не разочаровывал. Знаменитый британский режиссер Декланд Данован представит свою постановку по Шекспиру в театре имени Пушкина «Мера за меру» с Александром Феклистовым. Этот же театр покажет доброго человека из Сизуана. Исполнительница главной роли Александра Урсуляк, обладательница «Золотой маски» за главную женскую роль в этом году. Анна Каренина, театр имени Вахтангова, спектакль без слов, обещает поразить использованием различных невербальных постановочных приемов от «Игры света» до особой пластики. Конечно, очень приятно, что есть спектакли для детей. Уже несколько лет у нас не получалось сделать эту программу, и вот в этом году мы сделали. И особенно приятно, что есть спектакли не только в Таллине. Будут показаны спектакли в Тарту, это спектакль Деклана Доналана, английского режиссера «Мера за меру», и спектакли «В силу Амяя». Вот тот регион у нас вообще не охвачен, и там тоже будут два спектакля. Один для взрослых «Ви», и второй для детей «Бармалеи». Мне кажется, что вот это очень важно в юбилейный год. Спектакли для детей и для семейного просмотра на сей раз представит Петербургский Большой театр «Кукол». Впервые в программе участие Михайловского театра с тремя одноактными балетами испанского хореографа Начо Дуата. Один из них поставлен на музыку эстонского композитора Арво Перта. Однако классику балета предваряет еще одно танцевальное зрелище, и уже совсем скоро. 14 июня на сцене зала Норде в столичном центре Солярис прославленный танцевальный коллектив Игоря Моисеева. 86 артистов мирового уровня и большая хореографическая сюита во втором отделении из оперы «Князь Игорь», «Половецкие пляски» на музыку Бородина. Если бы «Золотая маска» расширила свои границы и давала бы награды не только в области театрального искусства, то балет Игоря Моисеева, несомненно, был бы в числе номинантов, а то и лауреатов «Маски». Поскольку это действительно уникальный коллектив, который на протяжении долгих лет остается таким очень мощным, известным брендом и таким символом России. Это один из первых профессиональных коллективов страны, который занялся фольклорными танцами. И Игорь Моисеев тот хореограф, который вообще перевернул представление о фольклорных танцах, потому что он соединил высокую хореографию, будучи сам и танцором, и хореографом Большого театра, вот с традициями народного танца. Продажа билетов на спектакли фестиваля российского театрального искусства «Золотую маску» уже началась. Сам фестиваль состоится осенью с 10 по 17 октября. Как обычно, в рамках фестиваля пройдут также встречи и мастер-классы для молодых актеров и студентов театральных вузов и студий. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова